Станция метро Горьковская, улица Горького и, наконец, площадь Горького, на которой принято назначать свидание. Правда, сегодня здесь цветы появились по другому поводу. 28 марта 1868 года, 145 лет назад, родился Алексей Пешков. А я, кроме Абабани, всех кошельных не люблю. Пускай их демон любит. А меня? Ай, ты не Коширин, ты Пешков. Другая кровь, другое племя. Позднее он назовет себя Максимом Горьким и войдет в историю русской литературы, театра и культуры. Мировой успех пришел Горькому тогда, когда он еще жил в нашем городе. И теперь в центре исторические места здесь буквально на каждом шагу. В городе только музеи, связанных с этим именем, три. Одно из главных направлений – это, конечно же, сберечь те объекты культурного наследия, которые на территории Нижнего Новгорода сохранились и передаются. А их порядка 19 домов, памятных мест. И в этом, я считаю, одна из важнейших задач власти. Но для того, чтобы помнить и изучать творчество Горького, этого явно недостаточно. Раз в два года в Нижнем проходят горьковские чтения, на которых ученые всего мира делятся опытом и своими открытиями в области горьковедения. Это вера в человека. И как один из героев Горького, его близкий, близкий ему человек, монархист Бреев, кстати, наш тоже Нижегородец, основатель одного из первого издательства здесь, он говорил, Алексей Максимович, как же без вас? Ведь вы же человек мечты. И вы эту мечту в нас вносите, в нас зарождаете, в нас воспитываете. Он абсолютно не изучен. Также раз в два года проходит и театральный горьковский фестиваль. После долгого перерыва первый прошел в 2011 году. В сентябре 2013 года Нижегородский театр драмы, который носит имя писателя и драматурга, снова соберет на своей сцене постановки со всей России. А Нижегородский театр представит на фестивале свою последнюю премьеру в Мещане. Екатерина Руджева, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ.